Еще раз всем здравствуйте. Вначале хочу поблагодарить представителей защитного объединения Разум и Харьковского инфоцентра за то, что они помогли организовать эту встречу. Собственно, они же нас пригласили, завтра будет социальная акция, и там, может, детальнее чуть расскажут девочке о том, что будет. И мы эту встречу так быстро спланировали. Мы сейчас в таком формате, в большей центральной части Украины работаем. В какой формат? В Украине нет законодательства в области идентификации и регистрации. И врачи, и специалисты, которые работают с животными, с домашними животными, они как бы мало знают вообще о нормах, потому что это не сертифицируется. Поэтому есть две части встречи. Первая более информативная о том, что делается сейчас в мире и в Украине в области идентификации и регистрации, какие есть правила, как правильно определять, насколько качественны и правильные товары, с регистрацией какие нюансы животных. Ну и второе, как, собственно, повышать спрос и зачем это нужно всем, и животным, и их владельцам, и просто в рамках населения. Так, я не представился. Значит, я Василий Дуб, я руководитель компании-производителя микрочипов для идентификации животных. У нас наша торговая марка, мы уже занимаемся более четырех лет производством, реализацией средств идентификации. И очень плотно сотрудничаем с самого начала с общественной организацией и Центром содействия развития электронной идентификации животных. Виктор Копач, президент этой организации, он представляет Украину в самом крупном объединении баз данных европейского, Европатнет называется, туда входит 54 базы данных, я дальше тоже чуть-чуть расскажу. Вот, и принимает, мы сейчас совместно принимаем большое, принимаем участие в большом количестве разных социальных акций и как раз вот таких мероприятий, которые направлены на развитие идентификации и регистрации в Украине. Собственно, еще коротко, значит, компания Куп.Ком, мы еще являемся официальным представителем самой крупной немецкой компании в области идентификации Planet ID. Виктор, ты пару слов расскажи про общественную организацию, про основные вещи, чем вы занимаетесь. Значит, общественная организация Центр содействия развития электронной идентификации животных, она создана для того, ну, в основном было, чтобы поддерживать работоспособность базы данных Animal ID Info. Это проект, ну, как бы, IT-проект, который уже давно вышел за рамки Украины, идентифицирует, ну, сейчас больше, чем 500 пользователей. Это ветеринарные клиники, кинологические центры и коммунальные предприятия, которые регистрируют животных через базу данных Animal ID. Ну, в данный момент Animal ID вырос уже за рамки базы данных, сейчас разрабатывается несколько проектов, таких, как проект адопции животных. Это будет очень большой проект, который мы хотим реализовать в Украине, ну, и не только в Украине, в последующем. Значит, все приюты, которые содержат животных, могут бесплатно регистрировать животных, ну, на этой платформе, и мы будем его раскручивать таким способом, чтобы чем больше людей заходило, которые даже ищут, просто набирают в интернете, куплю там собаку, например, их можно перенаправлять трафик туда, и, возможно, тем же самым мы сможем разработать такой, как бы, тренд адопции в Украине, чтобы есть города, ну, даже, если говорить про западную Украину, что там сейчас тренд адопции чуть лучше, чем это где-то развито, ну, и в Киеве он не очень хорошо развит. Потом, ну, на базе Animal ID мы разрабатываем городские реестры, сейчас во Львове мы разработали городской реестр, который стоит обязательно для идентификации всех животных, в Луцке еще с 2013 года, в Киеве мы работаем, ну, и еще есть города, с которыми мы работаем, это база данных идентификации животных в городе. Есть очень большой интересный проект MyVet, контроль вакцинации и стерилизации полностью, это ветеринарное программное обеспечение, оно будет бесплатное для ветеринаров, но, ну, с помощью этого программного обеспечения, ну, можно будет также регистрировать в Animal ID, это не надо отдельно никуда лезть в другие базы данных, и также, ну, это будет в сотрудничестве с фитосанитарной ветеринарной службой Украины, которая сможет контролировать вакцинацию, а для Украины это очень важно. Значит, ну, так, коротко про проекты, наверное. Ну, основное я добавлю, то, что, как бы, Виктор единственный представитель от Украины в Европейской ассоциации баз данных, и как раз там, это Европатнет, каждый год проходит генеральная ассамблея встречи, где обсуждаются все, как бы, аспекты регистрации в всех странах Европы, и, ну, в большинстве. И также то, что член межведомчей рабочей группы при Министерстве, где сейчас обсуждается как раз принятие законодательства в области идентификации, поэтому тоже чуть-чуть в этом плане расскажем. Вначале, ну, есть какая проблема сейчас, то есть нету спроса на чипирование, да, наверное, все знают, что чипируются только те животные, которые, ну, люди чипируют тех животных, с которыми планируют выехать за границу. А на самом деле, как бы, чипирование, оно дает намного больше, да, и для того, чтобы убеждать людей правильно, нужно, как бы, чтобы люди, которые работают с владельцами животных, были более подковные. Поэтому мы, как раз сейчас, вот я хочу рассказать про международные нормы и стандарты, как определить, насколько качественными микрочипами вы пользуетесь. Дальше про регистрацию. Значит, в мире всего где-то около 140 производителей микрочипов, то есть самих вот микрочипов. Всех их сертифицирует международная организация, которая называется ICAR, это их сайт, icar.org. После того, как они проходят эту сертификацию, они получают индивидуальный свой код, который есть на всех микрочипах, которые они производят. Ну и, соответственно, они проходят эту сертификацию, если они соответствуют международному стандарту ISO 11784, который регулирует средства идентификации их производства в мире и кодировку, которые пересматриваются каждые 5 лет. Значит, согласно этому стандарту, код микрочипа состоит из 15 цифр, где первые три цифры – это код производителя должен быть, а в случае, если в стране есть законодательство, и как в стандарте там написано registration authority, то есть контролирующий орган, который контролирует, как эти коды используются производителями в конкретной стране, тогда в этой стране могут использоваться микрочипы с кодом страны. Значит, дальше идет просто разделяющий символ чисто технический, там может быть только 0, 1 или 2, он не имеет никакого значения. И следующие три цифры – это либо код продукта, если первые три цифры – код производителя, то дальше идет код продукта. Если в стране есть контролирующий орган и используется в начале код страны, тогда здесь должен идти вот этот код производителя. То есть так или иначе код производителя должен быть. Ну и дальше уже индивидуальные нормы. То, что я говорил, в Украине нет законодательства, нет контролирующего органа. Соответственно, мы должны руководствоваться международными нормами, которые, во-первых, говорят, что использовать код страны можно только в случае, если в стране есть контролирующий орган, как я уже повторяю, всего нет. Ну и что получается, что отсутствие законодательства и контроля в этом направлении допускает на рынок совершенно товары, которые вообще никаким стандартам не отвечают. Чуть дальше я тоже покажу примеры. Ну а поскольку нет законов, то никто ничего не нарушает, и за это никто никого не наказывает. Поэтому тут полный беспорядок сейчас. Что касается регистрации транспондеров с кодом Украины, которые у нас, в принципе, используются, то они давно, их начали использовать определенные крупные производители, такие там, как Bayer, то ввиду того, что они широко уже используются, их еще в Европатнет принимают. Но они сейчас, на последней встрече, сказали, что если в течение двух лет у вас не будет законодательства, то мы их принимать через два года не будем. Возможно. Возможно, да. И настоятельно рекомендуют использовать чипы именно с кодом производителя, которые начинаются с кода производителя. Вот, например, то есть микрочипы, которые с кодом производителя, они начинаются там 945, это код производителя, которых мы используем, чипы в наших, это Голландия производит. 972 – это код немецкого производителя Planet ID, код Data Mars 981 – это те микрочипы, которые Bayer реализует в Украине, их производит компания Data Mars. Ну и там другие. Тут, что важно знать еще, если код 900 вы видите, то это говорит о том, что производитель мелкий, и он еще не получил своего кода. Вот из тех 140 производителей, которые есть в мире, там буквально несколько десятков имеют свой код. Для того, чтобы получить свой код, после того, как они подают там заявку в iCar, они за два года должны произвести и реализовать 2 миллиона микрочипов. То есть, ну, объемы довольно-таки большие, поэтому очень мало кто может в таких объемах работать. Ну и, например, с кодом страны, но которые как бы соответствуют нормам, если бы у нас был этот контролирующий орган. То есть, например, те, как Bayer используют, 804 – это код Украины, дальше идет разделительный знак, и 981 – вот код Data Mars. То есть, все микрочипы Bayer начинаются именно с такого кода. Ну и, например, у нас, мы тоже делаем, очень мало, но делаем, потому что есть организации, у которых регламентировано только код 804, и они не обращают внимания на международные нормы. Где-то процентов 5-10 мы делаем чипов тоже с кодом страны. Использую я микрочипы производства Smartash, это крупная компания. Тогда они выглядят 804, 990, и дальше уже идет индивидуальный номер. Что важно еще, что все производители микрочипов имеют код, который начинается только с девятки. Ну и есть еще стандарт ISO 11785, это стандарт отвечает за тип считывания данных. Поэтому очень часто бывают такие вопросы, сканер одного производителя, будет ли считывать чипы другого и так дальше. Тут как бы есть один стандарт, поэтому там проблем никаких. Ну и вот проблема, вот, например, это код, который Виктор предоставил, который сейчас кто-то в Украине использует. Вот, кстати, сайт, вы можете его записать, dvc.services, где можно проверить, соответствует ли микрочип нормам. И там сразу пишется, ну, на какие нормы он ссылается. То есть, они решили сделать код 804, дальше идет разъединительный знак единица, а дальше 642. То есть, априори, ни одного нет производителя в мире, с кодом, который начинается с шестерки. Как такие вообще чипы завозятся? Кто-то заказывает такие микрочипы в Китае, в Китае без разницы вообще, что отправлять в Украину, они нас рынком вообще не считают на данный момент. И люди сами, как бы не зная стандартов, заказывают вот такие вот коды, и им что-то такое привозят. А вот такие коды, например, Европатнет не принимают, потому что здесь непонятно, что за производитель, и вдруг там не то стекло. То есть, чипы делаются со специального гипоаллергенного биостекла, и это все проверяется. То есть, тут уже могут быть отражения, ну, и другие, как бы много проблем. То есть, кто, что непонятно. Ну, и вот такое можно увидеть, если, например, проверить микрочип, который соответствует нормам, ну, с кодом тоже 804. То есть, оно пишет, что транспондер имеет код страны Украины, который ссылается на ISO 3166, это вообще там отдельный стандарт, и производителем самого чипа является такая организация. Ну, то есть, как бы зеленый свет. Ну, если вы туда вобьете любой микрочип, который начинается с кода производителя, он тоже покажет всегда зеленый свет. Теперь по поводу регистрации, пару слов. То есть, по чипам вроде все. В мире существует много разных баз данных. Все они там делятся характеризмом, ну, там, на коммерческие, некоммерческие, локальные, международные, разделяются по уровню сервиса, там, обязательные и необязательные. Сейчас, вначале. Некоторые крупные мировые, ну, больше европейские объединения баз данных идентифицированных животных. То есть, первое, это Европатнет, это самое крупное объединение баз данных, которое включает 54 базы из 24 стран мира. Большинство это европейские страны, там также представлена Россия, ну, и мы единственные представители от Украины. То есть, там всех их организаций, с которыми они сотрудничают, есть у них на сайте, это можно посмотреть. Потом есть PetMax. PetMax это поисковый движок, который сделан, реализован производителем микрочипов DataMars. То есть, они для того, чтобы отслеживать чипы свои по всему миру, используют свой поисковый движок. То есть, это коммерческая закрытая структура. То же самое есть крупный производитель Trovan. Ну, вот его база данных тоже имеет структуру по миру, там поменьше. То есть, видите, в PetMax 32 базы, в Trovan входят 22. И они вообще работают, только именно регистрировать, там можно свои чипы. То есть, чипы Trovan. Что касается в Украине, соответственно, тоже есть, нету, у нас с Tracer назвали себя единой базой данных, и как бы это не соответствует действительности. И когда будет законодательство, я уверен, этот вопрос поднимут, потому что он немного в заблуждение вводит людей. А может и не немного. Собственно, в Украине какая-то ситуация. У нас есть Animal ID Info, это как раз база, которую представляет Виктор. Это некоммерческая международная база данных, которая имеет свыше уже 500 пользователей уже давным-давно за рамками Украины. Она является частью Европатнет, но и поскольку она организована общественной организацией, которую как раз возглавляет Виктор, украинской, то он представляет Украину, этот представитель от Украины, именно в Европатнете. Дальше у нас есть Tracer, где можно зарегистрировать бесплатно чипы только байеровские, а остальные микрочипы там, чтобы зарегистрировать, нужно платить деньги. То есть это коммерческая база, которая входит как раз в коммерческую структуру PetMax. Но то же самое есть база данных микрочипов Trovan. То есть это такие крупные, есть еще более мелкие, например, крупные клиники или там где-то в городах некоторых уже начинали внедрять какие-то реестры, и, собственно, то есть они тоже где-то есть. И вот как раз основная цель Animal ID Info была, во-первых, дать возможность регистрировать другие микрочипы в Украине, и, во-вторых, чтобы это было бесплатно, чтобы как бы это направление в Украине развивалось и объединять все реестры данных в одном месте. Потому что это проблема как в Украине, так и в мире, то, что много баз данных, и часто люди начинают путаться и не понимают, как оно в результате должно работать. Что касается Украины, опять-таки, нет законодательства и не существует никакой государственной программы регистрации животных или официальной национальной базой данных. В некоторых городах этот вопрос регулируется на уровне муниципалитетов. Например, в Луцке, во Львове, и сейчас уже в Киеве практически, то есть там уже последние нюансы согласовываются, она стала обязательной базой данных. И сейчас врачи всех животных в любом случае и каких бы чипов они не были прочипированы, и даже там в базе можно регистрировать по жетончикам специальным, то есть не обязательно даже чипы, должны регистрировать животных в базе Animal ID.info. То есть она становится уже обязательной, в некоторых городах уже стала. Ну и вот, например, Черновцы, Мукачево, Херсон, там тоже идет процесс внедрения. То есть это те города, которые активно работают. Почему они берут Animal ID.info? Потому что она решает очень много вопросов, связанных с регистрацией, вообще в рамках города. И потому что она, конечно же, бесплатная полностью. И плюс то, что под каждый город она подстраивается под специфику каждого города. Например, то же самое в мире. Нету в какой-то стране, ну там может где-то есть, но в основном нету общенациональной какой-то единой базы данных. Потому что во всех городах есть своя специфика, свои проблемы, и программы принимаются по городам. Ну то, что у нас и в Украине понемногу происходит. А после успешного проекта в Луцке, где база уже с 2012 года, да? С 2013 года официально она уже стала обязательной. Проект получился очень успешный. И Министерство экологии сейчас, ну уже не сейчас, а в 2014 году еще, дало рекомендации для других городов делать реестр данных на базе Animal ID.info. То есть это единственная база, которая рекомендована Министерством экологии в Украине. Но если говорить теперь чисто с практической точки зрения, например, для ВИД-клиник, какие, ну и вообще для всех, кто регистрирует животных, какие основные преимущества. Во-первых, ну понятно, бесплатная для всех. Второе, это онлайн режим работы 24 на 7, то есть круглосуточный доступ. И каждый врач, каждая организация имеет свой, регистрирует свой бесплатный кабинет, онлайн кабинет. Это может быть, они специализированы для кинологов, для ЖКХ, для ВИД-клиник. Ну и основные преимущества это то, что ее рекомендует министерство, обмен данных с Европатнет и высокий уровень сервиса, то есть для ветврачей и для владельцев. Что очень классно, например, по сравнению с тем же трейсером, это скорость обработки данных. Например, не нужно заполнять анкеты, их отправлять в любом виде. Вся регистрация проводится на сайте, в своем личном кабинете. И сразу же, сразу же моментально человек получает подтверждение на электронную почту о том, что животные занесли в базу данных и потом на протяжении двух-четырех часов владелец, когда животные, когда это данные проверяются, они проверяются где-то в таких промежутках времени, владелец получает второе имейл-подтверждение с ссылкой на базу данных, где он может сразу зайти на страничку своего животного и увидеть, что его животное зарегистрировано. То есть это очень удобно, потому что в случае с трейсером люди часто переспрашивают, а когда, регистрация часто бывает месяц, дольше информация теряется, кто-то отправил, не отправил, то есть здесь это все намного удобнее. Ну и соответственно то же самое для ветврачей, потому что вы в своем онлайн кабинете сразу видите все животные, которые проверены, которые галочка зеленая сразу становится и вам не нужно тоже в бумажном виде ничего хранить и в любой момент вы можете распечатать повторно анкету о чипировании, подтверждение про регистрацию. Подтверждение про регистрацию, да. Тут примерно расписано, как организовывается система регистрации в городах, то есть вот мы видим последние квадратики, это пользователи, которые могут заносить данные про животных, дальше они, если в городе принимается человек, ответственный за регистрацию, он проверяет данные на корректность и дальше они попадают уже в базу данных и соответственно обмениваются с Европатнет. Ну то есть тут все просто. Теперь хочу остановиться собственно, зачем нужно чипирование в рамках города, страны и всем, зачем это нужно. Значит, для владельца животного, кроме возможности путешествовать, это возможность подтверждения факта собственности. Клеймо не является, ну то есть клеймо деформируется, клеймо можно поделать и так дальше. То есть, что касается чипа, тут вопрос, то есть это реально подтверждение факта собственности. Это возможность возвращения потерявшихся и возможность застраховать животных. В рамках государства населения это существенно влияет на количество бездомных животных, потому что по статистике примерно 75% бездомных животных это вчерашние владельческие животные. Поскольку чип является самым надежным средством идентификации, то мы имеем для того, чтобы не было в общем проблем с бездомными животными, мы должны идентифицировать и уметь находить животных, которые теряются. Тогда у нас вообще не будет таких больших проблем с бездомными животными. Дальше чуть я еще тоже об этом скажу. Ну и это возможность в рамках государства контроля за вакцинацией. Это как раз тот проект, о котором рассказывал Виктор, который уже разрабатывается совместно с фитосанитарной и ветеринарной службой. Ну а для ветврачей, для кинологов это возможность быстрой и безошибочной идентификации, ну и собственно тоже дополнительный заработок. То есть это выгодно всем. Коротко, по ЛУЦК, то есть результаты реализации программы регулирования численности бездомных животных, то есть это не то, чтобы результаты нашей работы, это результаты проекта, в котором как бы часть регистрации, идентификация регистрации ну довольно-таки как бы тоже существенная. Но это заслуга работы именно луцких коммунального предприятия. То есть до начала работы программы там насчитывалось около трех с половиной тысяч бездомных животных. На сегодня это всего 779. И вопрос в том, что они работают только гуманными методами. Ну и, например, то есть работа приюта при коммунальном предприятии за 2014 год там в районе 1300 животных они отловили. Из них очень высокий процент 81% или 1027 животных, которые переданы новым хозяевам, то есть в адопцию. То, что рассказывал Виктор о развитии тренда адопции очень важно. Ну и 10% они возвращены под опеку волонтеров. И все 9% это которые погибли или их успели, потому что у них там было очень мало шансов на оживание. Собственно, то, что я говорил, нужно начинать с домашних животных. Изменить ситуацию можно двумя путями. Первый, конечно, вести обязательную идентификацию. Сейчас как бы этот вопрос решают больше нам на политическом уровне. И, конечно, у нас там влияния очень мало. Но сейчас как бы есть активный диалог. К чему он приведет мы не знаем, но надеемся, может к чему-то приведет и мы даже быстрее получим такой закон. Но, я думаю, в течение двух лет мы в любом случае его примем, потому что то, что мы сближаемся с Европой все-таки нас обязует подгонять наше законодательство под европейское. То есть вопрос двух лет, а может быть и скорее. Но пока этого не происходит. То есть мы должны сами активно популяризировать, заниматься информированием среди населения того, что нам всем даст, как бы чипирование и регистрация. Мы уже проводим популяризацию. Например, наши коллеги в Черновцах, они выиграли классный грант европейского Союза. И вот в рамках этого гранта они сделали такие креативные плакатики. Сейчас на бигбордах можно встретить по городу очень много, а там целая серия. То есть это только то, что касается регистрации и идентификации. В городе Киеве. Сейчас они уже в Киеве, тоже наши коллеги тоже занимаются популяризацией такого рода. Сложно сказать, назвать, что это очень широко. В Киеве не очень, в Черновцах они более активно, потому что у них есть классное финансирование, используют. В Киеве это больше за небольшие деньги, даже не знаю откуда, социальные, да, вот. И мы со своей Animal.id.info снимаем социальные ролики по поводу, ну, короткие, тоже их в Ютюбе можно посмотреть на официальном канале. Уже очень много информации там, ТСН, Сетю, то есть много каналов уже как бы об этом говорят. Значит, что важно, мы заметили, что врачи, которые с нами принимают участие в социальных акциях, и которые понимают, зачем нужна идентификация и регистрация животных в рамках города и в рамках того, что не появляется тогда проблема бездомных животных, они очень классно продают смочипирование, то есть повышают спрос среди тех, кто даже не планировал. Мы, например, в Киеве был в этом году в июне праздник домашних животных, там было много очень животных, там была классная программа интересная, и с одной клиникой мы тоже стояли, они чипировали нашими микрочипами, Виктор сразу же с телефона регистрировал животных в Animal.id.info, люди тоже удивлялись, как это классно, и в результате за 4 часа мы, по-моему, где-то 70 животных прочипировали. и с этих 70 или 80 животных 20 это были люди, которые подходили, которые вообще ничего не знали, что такое чипирование, то есть это к тому, что если людям объяснять, и если человек, который объясняет, понимает реально, зачем это нужно, то спрос существенно будет расти, ну и, конечно же, если это будут адекватные деньги. со своей стороны мы обеспечиваем промо-материалами клиники, клубы, вот там потом достану, есть плакатики креативные, которые, то есть нам важно, что, чтобы человек обратил внимание, первое, что важно, обратить внимание человека в клинике, да, то есть вот я говорю, или, например, если есть плазма, можно запускать ролик про Анимал-1-инфо, люди будут спрашивать, что это, если нет, то можно просто повесить плака, на его сейчас, достану, пожалуйста, плака. То есть важно, чтобы человек спросил, что это, например, да, дальше, очень важно, чтобы врачи, которые работают с владельцами животных, они были компетентны как раз в нормах, в стандартах, сейчас часто из-за того, что у нас, опять-таки, это не регулируется, в интернете люди сами почитают какую-то информацию и требуют совершенно вещей, которые не отвечают соответственно нормам, тем более после того, как еще крупные некоторые производители себе позволяют не до конца придерживаться этих норм, то они как бы тем более требуют, ну, вещей, которые там с кодами или там они не знают, что нужно для того, чтобы выехать в другие страны, ну да, вот плакатик, то есть таблица Сивцева, да, обычная, но люди, она привлекает внимание, человек когда прочитает там, все о том же, о регистрации, ну, кстати, да, плакатики у нас на каждом мероприятии, где мы участвуем, очень пользуются большим спросом, нравится всем, вот, то есть мы обратили внимание человека, дальше важно, чтобы или он спросил, что такое Animaladio.info, или чтобы врач сам говорил, вы зарегистрировали животное, зарегистрируйте, тут очень важно, чтобы как раз врач был компетентный, и чтобы он мог донести, зачем это нужно, то, что я говорю, врачи, которые в соцакциях принимают участие, они это понимают, то есть, когда человек понимает, понятно, он сам это очень легко донесет другому и убедит его, ну, и третье, что важно, конечно же, мотивировать людей не откладывать решения на потом, то есть, сделать в клинике какую-то акцию, тем более, пользуясь там не такими дорогими чипами, более, можно спустить цену и на количестве, ну, это больше уже, как бы, важно донести там руководство клиник, на количестве может клиника заработать и при этом, как бы, выиграют все. И, что еще очень важно, работать с возражениями, есть основные возражения, которые у людей возникают, типа, ой, там, чип, они, во-первых, ничего об этом не знают, там, это больно, нет, это самый гуманный метод, это вредно, нет, чип, он вообще не активен, он работает только под воздействием сканера, то есть, фактически, там нет элемента питания, то есть, когда сканером проводят над чипом, сканер излучает волны, и чип только в тот момент отвечает тот код, который в нем прошит, а так он вообще не работает. говорят, если бы там был GPS, это бы существенно изменило ситуацию, я бы это тогда понимаю, GPS, он, во-первых, не используется в чипах, которые вводятся внутрь, потому что он требует элемента питания, во-вторых, он вредный, но, собственно, это уже не дает возможность его вводить внутрь, да, животного. Что касается ошейники с GPS есть, да, или вообще ошейники и жетоны, то есть, первое, во-первых, он может, там батарейка сесть, да, раз, два, первое, что когда животное теряется, бомжи, вот, ворует тот же ошейник, и тем более, если он еще какой-то классный, там, с GPS, то есть, опять-таки, вот эти вот вещи нужно объяснять, реально чип, это самый надежный метод идентификации, если бы это было не так, то во всем цивилизованном мире его бы не принимали на законодательном уровне, как обязательную норму. Нужно говорить людям, что, они говорят, да, мы там дома, мы никуда не выходим, мы там, мы не потеряемся, мы на поводке гуляем, никто никогда не планирует терять животных, так же, как никто не планирует болеть и попадать в какие-то неприятные ситуации. Это происходит каждый день в Киеве, по статистике, десятки животных, по-моему, в районе, в среднем, три десятка животных теряются, ну, это очень большое количество, и находится очень мало потом с этих животных. Если это породистые животные, то тут вообще нет шанса отпустить такого владельца, потому что их просто воруют очень часто, с щипом, опять-таки, они уже найдут свое животное, и так дальше. То есть тут есть много вот этих возражений, которые, ну, и мифов, что там вредно, и так дальше, которых нужно развеивать. И вот если вы, например, в клинике еще сделаете там какую-то акцию, повесите ее даже на стенке, что вот там с ограниченным сроком, чтобы человек не откладывал там до конца месяца, то вы увидите, как сильно вырастет спрос, и как бы опять-таки от этого выиграют все животные, потому что они не станут бездомными, владельцы, потому что они не потеряют своих четырехногих друзей, клиника, потому что заработают дополнительные деньги, ну, и страна, потому что много все-таки денег, тем более сейчас нерационально используется, в том числе, чтобы бороться с этой проблемой. У меня все, спасибо за внимание. Если есть вопросы, пожалуйста, спрашивайте. Может, извините, я от себя еще добавлю, что вот то, что мы начали про обязательно, ну, чтобы каждый врач понимал вот структуру кода, если сейчас эту структуру не ввести в норму, то мы когда, ну, даже если примут через там два года закон про обязательную идентификацию микрочипом, а сейчас будут использоваться, ну, там, любые чипы, и в Харькове как раз многие клиники используют такие чипы, которые не подходят по стандартам, то это, ну, тот закон, который примут, он уже будет неправильно работать, потому что уже очень много чипов будет, которые могут повторяться, и в системе, если даже один чип повторяется, это очень большая проблема, так что, ну, это ответственность ветеринарных врачей, это не ответственность, ответственность самих владельцев, ну, нужно быть информированы в таком случае, ну, я, может, еще коротко расскажу, ну, вот, что, ну, проект, ну, затронули, то, что сейчас по Майветинфо, это, ну, программное обеспечение, ну, так как здесь много врачей, через приблизительно два месяца, оно будет полностью уже выпущено, и вы сможете бесплатно клиника пользоваться, значит, в этот пакет будет входить, кроме того, что идентификация в базе данных, ну, регистрация в базе данных, вы сможете полностью ввести учет всех животных и клиентов, полностью весь склад, все медикаменты, ну, и эта программа также очень нужна для уменьшения численности бездомных животных, потому что там мы можем, кроме того, что контролировать вакцинацию, то, что нужно, и всех животных автоматически регистрировать, и если у нас животные будут зарегистрированы, это очень сильно, ну, в данный момент оно, возможно, так не работает, но оно очень сильно уменьшит процент потерь животных, и также, ну, вы не сможете выкинуть животное на улицу, если оно идентифицировано микрочипом, и можно это будет проверить, но не знаю, как оно в Харькове работает, во Львове в данный момент уже внедряется, ну, новая полиция, которая у вас теперь есть, в полиции, вот, есть такие жетончики разработанные, это коммунальное предприятие ЛФ, разработало сзади QR-код, можно подойти с любым смартфоном, считать код, открывается сразу профиль животного, мы видим его, все данные животного, мы видим, или оно вакцинировано, или оно стерилизовано, дальше, ну, у нас в планах вести, так как в Луцке, сейчас мы пробуем, и во Львове будет, ну, в Луцке уже работает, это обязательно плата за утримание тварины, как коммунальный платеж, и, если, например, животные не стерилизованы, эта плата должна быть выше, так мы будем стимулировать, вот, как раз стерилизацию, потому что, и это также будет идти к уменьшению бездомных животных, если мы будем давить постоянно на владельцев, и говорить, стерилизуйте своих собак, если вы занимаетесь разведением, то, пожалуйста, платите там деньги в казну, это также налоги, ну, вот в этих сейчас вопросах, есть, ну, группа, говорили, МРГ, и не только эта группа, очень многие сейчас занимаются разработкой законопроектов, которые как раз сделают, обязательную идентификацию микрочипом, ну, транспондером, и обязательную регистрацию в базах данных, так что, вот так. Я еще забыл важную информацию, уже на правах рекламы, больше сказать, про как раз наши чипы, они намного выгоднее по цене, то есть это полностью европейский продукт, что важно, что мы уже с 2011 года работаем в Украине, в Киев, в большезападной области, мы сейчас активно уже выходим на восточную Украину, все государственные клиники, крупные клиники, такие как сеть там, Алденвет, в Киеве все государственные клиники, по Львовской области, в Чернадцах, то есть практически все пользуются уже иным давно нашими чипами. Ну, во-первых, они выгоднее по цене, во-вторых, это полностью контроль, они знают, что мы очень жестко контролируем, как раз, соответствую всем нормам, ну, качество само собой, ну, и что очень важно на сегодня, то, что все, кроме самой иглы и чипа, мы производим в Украине, то есть бумага, вот, кстати, блистер, этот пластик, он вообще в Харькове делается, поэтому это поддержка национального производителя, что на сегодня тоже немаловажно. И мы всегда, когда где-то ездим, рассказываем, мы тоже делаем подарки, то есть мы сегодня по тем, кому актуальна клиника и кто чипирует животных, мы дарим такие сертификаты на 200 гривен, поэтому просто подходите тоже, можете взять плакатик и такой короткий буклетик, тут уже есть короткая информация по структуре кода, ссылки на наши сайты и такой сертификат всем, кто пришел в эту пятницу, вместо того, чтобы уже где-то отдыхать, конец недели, сюда сегодня с нами пообщаться. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Да. А у нас есть женщина с независимым людьми разом. Скажите, если найдена тварина, так, как объяснили, как она, или нет? Как это объяснили? Если нет сканера, вы давно нашли такую тварину? Без сканера вы... Нет. Может, передайте вообще людям, пускай посмотрите. Дивите, вы пальпацию не выясните, микрочип, он такой маленький, что вы его просто не вычуете. И с часом он оброста тромбоцитами. Если у вас нет сканера, вы никак не выясните. Но сейчас, в Харкове, есть много клиник, вы ведете в любую клинику и выясните, я думаю, что это не проблема. Одна из направленностей нашей организации, мы сейчас спольно с белорусским стартапом, мы разработаем сканер, который будет очень дешевый, в районе 50 долларов, и он будет... ну, это только проект сейчас, но я думаю, что он реализуется. И он будет працювать, и вы считали, микрочип, и если там смартфон, за допомогою смартфона, или любый компьютер, через блютус будет передаваться информация, будет сразу открываться профиль тварини, и вы так же можете подавиться с этой информацией. Еще вопрос, стосовно персональных данных волонтеров тварини, которые вводятся в базу данных. Скажите, информацию полностью властных тварини бачить, да, стосовно своей тварини? Нет, дивиться, есть, когда вы рееструете тварину, если я, властник, рееструю тварину в базе данных, я смогу проглядать под логеном, паролем захожу, я смогу дивиться эту информацию. Если я клиника, которая рееструет тварину, я так же могу бачить информацию только за рееструемых тварин. Если я сторонняя третья особа, которая зайшла на сайт и ввела номер самого транспонтера, микрочипа, я буду бачить только короткую информацию про тварину, я буду бачить информацию про то, кто ввел информацию, то, что напишут, номер телефона, клініки, информация, номер телефона, клініки. И я побачу информацию, кто подтвердил правильность данных. Например, если в городе реализована программа идентификации, вот сейчас мисто Луцьк, если вводить, например, клиника Лапа-ВВЛА, вы видите информацию про клинику Лапа, и вы видите, каждый микрочип проверяет данные, и не только микрочип, это жетон, что там бы не было, проверяет правильность данных, адміністратор это КПП «Ласка». Если чуть-чуть коротче сказать, то данные мают быть закрыты про властника и про адресу. В Европейской практике и то, что мы делаем в Вене Маладі.Инфо, что мы имеем, если вы нашли тварину, вы вводите чип, тут нет интернета, я не знаю, если вы подключились, мы вам покажем. Вы внизу сторинки, вы побачите только кличку, номер тварини и фотографию, и внизу вы побачите, кто зарееструвал и телефон клиники, и кто проверил эти данные. То есть, если в месте есть правила, то это модератор, если нет, то это именно база данных. Например, то же самое, вы, очень правильное вопрос, например, в базе Трейсера, которая сейчас одна из самых поширенных в Украине, вы можете зайти и переглянуть данные про каждого властника. Его номер мобильного телефона, где он зареєстрованный, что как бы також, почему это не закрыто, ну это вопрос. И что цикаво, вы можете, если, например, это кинологический клуб, тут, наверное, кинологических клубов нема присутствующих, если они реестрували, и они вносят, еще, кроме, еще информацию, про батька и маму, тварины, которые зареєстрованы в системе, так же, то в основном, изображаются… изображаются дерево родоводом. Вот это таки, как бы, бонус для властников. Власник может додатково написать ту информацию, которая будет доступна всему. Есть еще микрочипы, которые мы также производим на Европу, в Польше. Они отличаются тем, что тут окремо идет один инъектор и окремо упакованы игли с чипами и наклейками. Потому что они контролируют, следят за экологичностью, чтобы не утилизировать лишний пластик, делается таким именно образом. Сама инъектор не касается чипа, потому что каждая игла закрыта таким маленьким толкателем и соответственно его не нужно стерилизовать. Поэтому такой вариант не экономичнее и экологичнее. У нас в Украине среди наших клиентов где-то 50 на 50, 50% такими пользуются. Больше, например, клубы пользуются такими, потому что они там чипируют все сами. Клиники часто говорят нам такой стандартный вариант, потому что это более презентабельно, каждый инъектор отдельно открыл. То есть, ну, варианты есть и, в принципе, все на практике хорошо, то есть, кому что больше нравится, тот тем и пользуется. Может, у кого-то еще есть какие-то вопросы? Да, у меня есть. Скажите, после чего-то первого дня, через что, скажу, окна может принять и пересекать? Ну, смотрите, в зависимости от границей есть правила европейские. Для того, чтобы тварина переезжала через кордон, у нее должна быть наявность микрочипа, наявность доведок. И одна из этих доведок – это титроэнтитил. Вот, как раз через титроэнтитил, ну, по-перше, вы не чипованные тварини, не сможете сделать тест на титроэнтитил, а тот тест делается там два тижни, здаясь, минимально. И, ну, это уже зависит не от микрочипа, а от тех доведок, которые вы производите. Наступное, ну, для того, чтобы пересекать границу, если я не помиляюсь, с Россией, то там не потребен микрочип. Ну, сейчас, может, что-то изменилось. Нет, у нас на сайте тоже, мы недавно разместили информацию на сайте микрочип.net.ua, где вообще есть все, что нужно для пресечения границы. Тут тоже есть много мифов. Часто люди, там, заказывают какие-то особенные чипы, ну, как бы, для того, чтобы пересечь границу, там они вообще не проверяют, даже чип соответствует нормам или нет, код соответствует нормам или нет. Это уже важно, когда это животное приедет в другую страну и его захотят зарегистрировать в какой-то локальной базе дамы. Ну, часто заводчики, которые продают животных в Англию, Францию, Виталию и Швейцарию, там бывают проблемы потом, когда это животное регистрируют на месте. А часто вот миф, что люди думают, что собака должна быть, животное должно быть в базе данных, чтобы пересечь границу. Нет, это не так. Они только сканируют и проверяют, чтобы код совпадал в ВИД-паспорте и на сканере. Где там зарегистрировано, нету единой, да, то, что я говорил, базы. Поэтому они не будут там сидеть и искать. Ну, и дальше уже все вещи, они там описаны на сайте, там, титра антител, там и другие. Есть еще иногда требования в разных странах, чтобы давали им сертификат про регистрацию. Под сертификатом про регистрацию они понимают просто выписку с базы данных, так что там. Это вот эта бумажка, которая... Да, она печатается автоматически, там, вы можете распечатать, поставить печатку, это уже сертификат про регистрацию. На чипы полная гарантия, дается пожизненная гарантия. И, в принципе, за сколько мы работаем, у нас еще не было, чтобы кто-то начал ими пользоваться и перестал. Поэтому приглашаем все-таки тоже попробовать нашими чипами попользоваться. И, уверен, вам все понравится. И, что важно, что мы здесь на месте, мы локальный производитель. И делаем, уже мы работаем и с Молдовой. И сейчас в Тбилиси открывается крупная клиника. И как раз там тоже с коммунальным предприятием уже общаемся. Сейчас Виктор будет переводить базу на грузинский язык. Потому что они, в принципе, русский очень мало используют. Молдова активно, с Молдовой работаем по чипам. Ну и Польша, наша фабрика, где они собираются, есть и в Польше. Поэтому, наверное, все. Может, есть еще какие-то вопросы у кого-то? Нет? Ну окей, тогда спасибо всем, что пришли.